Друзья, всем привет! Сегодня хочу поговорить о светильниках в бане, а точнее о светодиодных лампах в этих светильниках. Возможно ли применение светодиодов в условиях бани? Это видео, конечно, не для тех, кто не приемлет 220 вольт в бане. Мне часто пишут в комментариях, мол, в бане только 12 вольт, 220 вольт никак нельзя. А в моих банях во всех всегда было 220 вольт. Лично я проблем в этом не вижу. Но при условии, что здесь, конечно же, есть заземление и диф-автомат, который может вырубить всю электрику в случае какого-то пробоя. Ну и прям советовать кому-то делать 220 вольт в бане я тоже не возьмусь. Тут каждый должен решить для себя сам. Когда строил баню-землянку, я показывал, как устанавливал влагозащищенные светильники здесь и вкручивал в них обычные светодиодные лампы, которые можно купить сейчас практически в любом магазине. С момента запуска прошел один год, и я не поменял ни одной из четырех ламп в этой бане. То есть здесь в парной два светильника со светодиодными лампами, и в предбаннике еще два светильника с такими же светодиодными лампами. Понятное дело, что в предбаннике там нет каких-то особых температурных нагрузок, там только есть влажность. Но вот здесь вот лампы находятся прямо под потолком, и за год эксплуатации я не поменял ни одну. То есть я вообще в принципе не залезал в эти светильники. Светодиодные лампы работают здесь год без каких-либо проблем. Применение светодиодов в парной вызывает у многих сомнения, но здесь результат говорит сам за себя. Так же было и в моей первой бане. Какое-то время я там применял лампы накаливания, они почему-то у меня постоянно перегорали. И после того, как я один раз попробовал светодиодные лампы в таких же влагозащищенных светильниках у себя в парилке, к лампам накаливания я больше не возвращался. Хотя вообще лампы накаливания считались более надежными в условиях бани. По опыту той бани светодиодные лампы служат в течение года. Ну в среднем так вот в течение года одна лампочка служит хорошо, потом приходится менять. Почему же считается, что светодиодные лампы в бане нельзя применять? На самом деле все просто. Если посмотреть на упаковку от светодиодной лампы, то там будет обозначено ограничение по температуре где-то в 50 градусов. Ну насколько помню, там написано где-то что-то около 50 градусов. В различных светодиодных лампах можешь, наверное, немножко отличаться. То есть по идее светодиодную лампу нельзя использовать даже в режиме русской паровой бани, где температура должна быть в районе 60 градусов. Это уже больше. А про салму говорить вообще не приходится, потому что там температура выше 100 градусов. Но на практике получается так, что находясь под потолком в русской парной, там где температура достигает в пиках 70-80 градусов, это редко, а в основном находится в районе 60-70 градусов, светодиодные лампы служат хорошо и долго. В более высокотемпературных режимах, то есть в режимах сауны, я думаю, что эти лампы долго не проживут. Если у вас есть опыт использования светодиодных ламп в бане, то напишите в комментариях, как они себя показывают и при какой приблизительной температуре используются. Возможно, это поможет тем, кто еще не использовал светодиоды в бане, определиться, стоит ли начинать. А у меня на сегодня все. Всем пока.